В ближайшие пять минут речь пойдет о прошедшем не так уж и давно досрочном ЕГЭ по математике, естественно, профильного уровня. Мне доводилось писать его лично, но сразу скажу, я преподаватель, а не бетуриент, то есть я уже лет семь готовлю ребят к ЕГЭ, поэтому мой результат, он не плохой, не хороший, он нормальный. Для начала пару слов, или пару десятков слов о переводе первичных баллов в тестовые. Шкала в этом 2017 году не поменялась. Честно говоря, сам свою работу я оцениваю на 30 из 32 баллов, но мне выставили немножко другую оценку, обязательно покажу какую. В моем случае, Московский регион, результаты можно посмотреть на pgu.mo, получение результатов я уже отправлял, поэтому сейчас достаточно одного клика, и вот они. Обратите внимание, результаты были еще вчера, хотя номинально говорили про 11 апреля. Летом бывает иначе, наоборот затягивают. Итак, первую часть «Великий могучий компьютер» мне засчитал полностью, вторую часть проверяли эксперты, и тоже засчитали полностью приятный сюрприз. Устной части по математике не проводится, первичный балл 32 из 32, тестовый балл 100 из 100. Однако будет полезно разобрать мои недочеты, тем более, что имеются сканы работы. Кстати, когда таковые получите вы, обязательно первым делом посмотрите файл верификации. Если говорить по-простому, это вот такой вот PDF-документ, в котором показано, как компьютер прочел ваши ответы. А далее сопоставьте это дело с тем, что вы писали сами своей правой или, может быть, левой рукой. После чего, если все совпадает, хлопайте в ладоши, так чаще всего и бывает. Ну а если нет, то подавайте апелляцию, эти вопросы обязательно будут решены. А вот и вторая часть, разборы которой имеются на канале. Различий, кстати, между этими сканами и того, что я показывал в видео, немного. Неудивительно, я записывал сразу после экзамена. По большому счету, первые три номера я писал сразу в бланке, то есть без черновика, потому что знал, что в конце мне лично времени будет не хватать. Поэтому здесь у меня очень подробные вычисления, которые не обязательно переписывать, если вы работаете с черновиком. В любом случае, следите за деталями. Вот здесь тангенс у меня получился, например, 65. Бывает, конечно, но точно не в этой задаче. Решив планиметрию, я сразу оформил ее в бланк, не задумываясь о каких-то более красивых способах решения. Все-таки на экзамене не до этого, так что тангенс 75 устроил и меня, и проверяющих. Далее крупным планом вычислительная ошибка, которая даже в видео осталась. Она ни на что не влияет, но все-таки мысленно я себе за это балл снижаю. Эксперты, мысленные не только, решили балл не снижать, и да здравствует гуманизм. По 17-й задаче все, что нужно, я рассказал в видео. Но разве что постарайтесь построже доказывать монотонность F от T. Об этом речь идет в описании к соответствующему ролику. Далее совет. Не стоит решать задачи по порядку. Решайте сначала то, в чем вы больше уверены. Уж в пункте А задачи 19 я был уверен вполне, поэтому написал сначала его. Приведя верный пример, я объяснил, почему он действительно верный. Считаю, как минимум, это хорошим тоном. Возможно, вас удивит то, как я решал пункты B и V, поскольку в видео было совсем другое. Да и все мои коллеги решали эту задачу иначе, по-простому, по-человечески. Но вы поймите, я-то не знал, что эта задача легкая, и не сумел этого увидеть. В итоге пришлось изобретать велосипед. Так, а вот по параметрам все в порядке, и каких-то новых замечаний не будет. Но разве что график вот этого корня лучше изобразить пунктиром. Все-таки неравенство было строгим. Графический метод я чуть-чуть подкрепил аналитикой, отметив точки А и Б, и найдя по-честному их координаты. Именно они и задают ответ. После всего этого у меня оставалось 15-20 минут, и красавец пункт В, который мне предстояло решить. В таком цейтноте максимум, что я успел сделать, это поработать с неравенствами, затем сделать слишком уж своеобразный перебор, из которого получил ответ. Ответ был правильным, задача засчитана. Но мысленно еще один балл я себе снимаю, потому что не чувствую, что на 100% строго решил эту задачу. Из всего этого делаем выводы. Первый. Будьте готовы к нехватке времени. Если бы времени было бы полно, то любой ученик справился бы с любой задачей. А в ЕГЭ все-таки есть какой-то спортивный элемент. Чтобы выполнить как следует первый совет, примите второй. Чаще пишите пробники. Это не то, что вы на двух уроках посидели, там что-то пописали, а сами сели и за 4 часа на бланках оформили вариант целиком. Бланки в PDF формате оставлю в описании к этому ролику. Последний совет. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Для ЕГЭ по математике это как никогда верно. Так что отточите первую часть, она уже дала бы 62 балла. Умение решать хотя бы некоторые задачи второй части идеально. Гораздо лучше умение решать все задачи, но с переменным успехом. Поначалу хотел было написать конкретные задачи, которые на мой взгляд легче других. Но все же делать этого не стану, каждому свое. Решайте то, что вам нравится, и никого не слушайте. Ну разве что меня, и то не всегда.